а здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала с вами анри и я все таки решил да проходить не знаю хотя бы хотя бы обучение в игре зу тайкун многие просили чтоб я играл дальше проходил вот игра очень интересная ну как-то не хватало времени сейчас постараюсь пройти хотя бы обучение как не очень интересно играть я бы хотел дальше играть но я знаю что в такие такие игры то такие виды игр мне очень тяжело у меня очень тяжело получается играть поэтому не знаю то есть тут надо короче шарить вот итак учебный зоопарк 9 пользовательское обустройство зоопарка и фотография в этом уроке вы знаете как обустроить зоопарк на свой вкус а также как фотографировать и собирать фотоальбом покой поехали да игра конечно классно я уже об этом не раз он говорил вот особенно если у вас есть маленькие детки думаю можно как-то показать обучить не совсем маленькие конечно ну в общем вы поняли вот это что будет очень интересно потому что вы игра добрая милая познавательная дети узнают о животных много то есть очень интересно и так вот наш зоопарк так только как-то у нас темно надо поставить яркость как-то давайте посмотрим так добро пожаловать в этом уроке мы расскажем как модифицировать постройки зоопарка сперва рассмотрим общее изменение откройте меню главного входа я уже забыл как это вообще а нет она выберите пункт общей настройки идем сюда общей настройки здесь можно изменить внешний вид дорожек деревьев урн и скамеек зоопарки попробуйте изменить что-нибудь давайте изменив скамейки оля такие красивые скамейки пустыня окай модифицировать постройки можно выбрав команду модифицировать и меню настроек откройте меню построек кофейни и выберите пункт модифицировать и кофейни то давайте с высоты зайдем сюда модифицировать нажимаем здесь можно изменить дорожки урны скамейки клумбы и другие объекты для этой постройки добавим скамейки чтобы посетителям было где сидеть и пить кофе выберите ячейки настройки выбираем объекты постройках можно разместить только определенном месте выберите ячейку используя лб или рб затем нажмите а чтобы поместить объект ага то есть вот так вот давайте здесь поставим начать строительство так скамейка не вижу скамейку а вот скамейка да отлично модификация не бесплатно но красивый зоопарк того стоит вернитесь режим биты зоопарка посмотрите как выглядит на постройка а я уже поставил что ли она ее же поставил я отличная работа посетители будут довольны давайте назовем постройки чтобы привлечь к ним внимание вот наша постройка так постройки можно назвать как угодно выберите постройку затем пункт переименовать меню постройки а вот переименовать то есть это кофейня а будет у нас я не знаю не знаю что будет у нас кофейня сиденья я не знаю жаленья лавка будь нас лавка так ну допустим да лавка окай интересное имя теперь постройка привлечет внимание посетителей верните в режим вид зоопарка я сомневаюсь что моя постройка под названием лавка привлечет внимание посетителей новое имя легко найти она указана панели информации постройки да вот слева видите ты нажимаешь лавка так постройка так здорово выглядит давайте сделаем снимок нажмите лб чтобы достать фотоаппарат так масштаб лб меняем зеленый цвет означает что в объекте попало что-то особенно нажмите а чтобы сделать как что-то зелено все-то у нас нету уж подашем дотати вам есть снимочек отличный кадр да вы фотограф от природы удалить снимок можно нажав б удаляем ой похоже случайно удалили ее ничего страшного всегда можно сделать новый снимок когда закончите нажмите б что вернуться в режим вид из камеры зоопарка сохраненные снимки попадают фотоальбомы нажмите кнопку scar чтобы открыть игровое меню и выберите фотоальбомы ну так как мы где фотоальбомы так я удалил здесь будет наши альбомы фотоальбомы хранятся все снимки представьте ваши фотоальбомы когда закончите нажмите б здесь хранятся наши фотографии урок подошел концу изменяете постройки и фотографируйте результаты чтобы похвастаться своим зоопарком то есть вот такой вот у нас урок быстрый простой то есть нам бегло показали как зоопарком работать точнее постройками и как фотографировать так давайте пройдем последний урок 10 персонал в этом уроке вы узнаете о том как нанимать обучать и увольнять персонал это хорошо давайте посмотрим почувствуем себя директором хозяином зоопарка скажем так ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту лычка классно мне почему-то фильм янки и зелу в африке или янки в африке кто не знаю кто постарше может помнить этот фильм интересный из 90-х а может даже конец восьмидесятых и не помню фильм отменный вообще Посмотрите обязательно По-моему, называется Янки в Африке Ну, молодые не поймут Такие более постарше, мне кажется, все-таки Ну ладно, добро пожаловать Сейчас мы расскажем, какой персонал можно нанимать в зоопарке Давайте Есть три типа сотрудников, которых можно нанять Смотрители пополняют запасы еды в кормушке и воды в купальнях Уборщики, поддерживающиеся тут в зоопарке Специалисты по разведению животных Увеличивают шансы на появление потомства Угу Когда зоопарк разрастается Становится тяжело самому кормить всех животных И менять воду в купальнях Смотрители помогут вам с этим Ммм, да Сначала надо построить офис смотрителей Откройте меню строительства Открыл Эм, нет Где у нас офис строителя Строительства Не особо я пойму Ну где Ой, опять к этому подошел Климурщику к этому Он, конечно, занятный парень Классный Ну все, хорош Так Давайте сверх глянем Меню построек Сначала надо построить офис Смотрителей Откройте меню строительства Я уже забыл, я не играл столько Реклама Меню строительства Меню строительства Как это сделать, ребята Кто помнит Вот Итак Выберите пункт Служебное здание А затем построить офис смотрителя Зоопарка Выбираем Офис смотрителей 2000 Нажимаем Так, давайте его куда-нибудь поставим Ого, он так много занимает Сюда Пам Отлично Выберите офис смотрителей А затем пункт персонал Ух ты Столько построек можно делать, оказывается Персонал выбираем Здесь вы можете нанимать смотрителей Сначала можно нанять только 3 смотрителя Но после улучшения их число возрастает Нажмите нанять Нажимаем Сотрудникам нужно нанять за некоторую сумму денег А затем выплачивать ему жалование Убедитесь, что у вас хватит на это средств Чем выше рейтинг сотрудника, тем лучше он справляется с работой Но и зарплата его будет больше Нанимите смотрителя Давайте какую-нибудь бюджетную наймем Хотя нет, зачем экономить на На животных Смотрители помогают вам ухаживать за животными Наполняя кормушки и купальни в вольерах Ок Прекрасно Новый смотритель тут же начнет работать Нажмите Y, чтобы вернуться в зоопарк Нажимаем Ваш зоопарк будет расширяться Чтобы мусор не валялся вокруг А гости были счастливы Нужно нанять уборщиков Чтобы нанять уборщиков Нужен офис уборщиков Откроете меню строительства Давайте построим Служебные Да И значит Офис уборщиков Давайте где-то Может здесь влезет Нет, черт Это бы было компактненько Давайте здесь О Поставим здесь Отлично Выберетесь уборщиком Персонал Персонал Уборщик Давайте такой Чтобы хорошо выбирал За 1300 Магнус Уборщики содержат Ваш зоопарк В чистой части Убирают мусор Чтобы посетители Не жаловались на грязь Это хорошо Нам нужен чистый зоопарк Замечательно Уборщик тут же начнет Ходить по зоопарку И убирать мусор Теперь давайте Наймем специалиста По разведению Чтобы он мог Помогал А чтобы он помогал Животным Обзавестись потомством Когда известность зоопарка Достигла 5 уровня Можно начать Руководить животным Извините Я уже просто Сейчас ночь на дворе Третий час ночи Поэтому я заговариваюсь Можно начать Разводить животных Чтобы увеличить шанс На появление потомства Надо найти Специалиста По разведению Откройте меню Строительства Окай Служебное здание Центр разведения животных Давайте здесь Такой огромный Что был Бам Отлично Выбирайте Центр разведения животных Выбираем Персонал Специалиста Так По разведению За 1900 Давайте 1900 Конора возьмем Специалисты По разведению Животных Помогают Расти число зверей Наймите их И назначьте Следить за вольером Чтобы повысить шансы На успешное разведение Животных В этом вольере Окай Чтобы специалист По разведению Начал работу Необходимо направить Его вольер Выберите пункт Направить вольер Выбираем Выберите любой вольер Из списка Тропики И саванна Давайте в саванну Запустим Над вольером Появится значок Указывающий Что здесь будет работать Специалист по разведению Специалист по разведению Отправится прямиком В вольер И примется за работу С помощью этого же меню Можно в любой момент Перевести специалиста По разведению В другой вольер Замечательно С таким персоналом Зоопарк будет работать Как шоссе Когда зоопарк разрастется Придется нанять Дополнительный персонал Для его обслуживания Чудесно Мы рассказали Как можно нанимать Персонал Для управления Зоопарком И заботой о животных Вот так дорогие друзья Наверное мы завершили Последний десятый урок Вот И Уже наверное можно Да Все 10 уроков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Да все уроки пройдены Вот Жалко что мне Какой ачивки не дали В принципе Есть То есть мы прошли обучение Есть свободный режим В котором У нас не будет Ограничений на финансы Мы сможем построить Зоопарк Своей мечты Будут доступны Все животные Постройки Разблокированные При достижении Определенных уровней Известности зоопарка Некоторые животные Можно разблокировать Только в режиме испытаний Режим испытаний Это Граничное средство Развивайте свой зоопарк Выполняйте Различные здания Проверьте Сможете ли вы Провлять зоопарком Дерзайте Ну и компания То есть Основная компания Основная сюжетная Линия игры Для тех Кто всерьез мечтает Испытать себя В роли Смотрителя зоопарка Вас ждут 15 сценариев В 6 категориях За выполнение Каждого сценария Вы получите награду Объект Который можно использовать В свободном режиме И в режиме испытаний Ну что ж Дорогие друзья Я не знаю Для меня это очень тяжело Если вам интересно Пишите Пожалуйста Я Может все таки Попробую для вас Поиграть Мне кажется Что у меня не будет Получаться Я не хочу Чтобы животные мои Страдали Потому что я очень люблю Животных Очень их всегда Жалею Мне жалко Всех бездомных Животных Собак Кошечек И так далее Поэтому я Лучше не буду Смотрителем зоопарка Чем буду Плохим Смотрителем зоопарка Вот С вами был Андрей Всем спасибо за внимание Пока